Во Владивостоке прошло заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета. Одной из главных тем стало обеспечение приморцев доступной и качественной рыбой с помощью любительского рыболовства. Сейчас, по законодательству, граждане могут заниматься рыбалкой только для личных целей. Продажа пойманной рыбы запрещена. При этом в Приморском крае, например, за сутки можно выловить около 60 штук наваги, камбалы, терпуга, ментая, красноперки. Вполне могут быть те излишки, которые могут поступить в продажу сразу тут же в тех местах, где муниципалитет определит места для таких рыбных небольших базаров. Я думаю, что это было бы вполне приемлемо и вполне понятно для рыбаков и для жителей наших городов, тем более это прибрежные города. Мы на протяжении многих лет пытаемся решить программу «Доступная рыба», но все регулирующие механизмы находятся не в субъекте, они находятся или в агентстве по рыболовству, или в Министерстве сельского хозяйства. Росрыболовство уже разработало соответствующий законопроект. Первыми регионами, где он будет реализован, станут Мурманская, Сахалинская, Магаданская и Томская области. Этот законопроект, который направил Мурманское образ предложения, сейчас рассматривается государственными, предусматривает изменение таких правил. Я думаю, что это хорошая работа, и мы согласовались с Юрием Васильевичем Шестаковым, руководителем агента по рыболовству, что в Приморский край тоже вошел число пилотных проектов, где этот эксперимент может быть запущен. Посмотрим, как он будет работать. Здесь важно, чтобы муниципалитеты определили места удобные для подхода, и для рыбалки, и для жителей, которые могли бы там приехать, и возможность купить сразу рыбака свежую продукцию. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков инициативу поддержал. Однако, когда будет реализован проект в Приморском крае, пока неизвестно. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok